Тогда можно начинать. Все готовы, да? Спасибо. Уважаемые представители СМИ, во-первых, добрый день. Во-вторых, хотелось бы поблагодарить вас за присутствие, за интерес, проявленный к этой пресс-конференции. Тема сегодняшней пресс-конференции заявлена следующая. Партия, политическая партия «Наш Дом Молдова» – новая альтернатива для левых сил Молдовы. Небольшое вступление. Вы знаете прекрасно, что за последний год левый политический спектр, левый политический фланг Молдовы очень сильно претерпел изменения. И ситуация изменилась кардинальным образом. В общем, некогда самая крупная оппозиционная партия, партия коммунистов Республики Молдова, фактически разрушилась. Мы видим, что за последнее время, это показали предвыборной кампании, то, что произошло после. Руководство партии коммунистов фактически предало своих избирателей, объединились с партиями власти, с партией Плохотнюка, Филата. Фактически обманули те ожидания, которые были. Мы об этом предупреждали. Предупреждали еще, когда в июне месяце прошлого года из партии были устранены целый ряд представителей и руководства. Те, кто в последние годы открыто и абсолютно искренне боролись с действующим режимом, с действующей властью, с олигархами, с Плохотняком, с Филатом. Те, которые стремились изменить ситуацию в стране, изменить эту власть, они были устранены. Этот процесс продолжается. Сегодня из партии уходят уже целыми районными партийными организациями. И мы видим, к чему привела эта позиция сегодняшнего руководства партии. Фактически всех и партию слили, и избирателей, которые голоса отдали за БКРМ. Эти голоса просто обналичили. Обналичили. Конечно же, это терпеть нельзя. Нельзя опускать руки, нельзя сдаваться. И в этой ситуации чувствуется острая необходимость в новом политическом проекте на левом фланге. Чувствуется необходимость, есть такая необходимость в подлинной левой партии, левого толка. В подлинной оппозиции действующему режиму. И именно поэтому я принял такое предложение возглавить уже действующую, существующую политическую партию «Наш Дом Молдова», который существует с 2010 года. Именно для того, чтобы создать и развивать этот новый политический проект на левом поле, который будет бескомпромиссно бороться с действующим режимом, с режимом Плохотнюка Филата Воронина. В марте месяце состоялся съезд. Я хотел бы представить еще и... Были произошли соответствующие изменения. Я бы хотел представить и товарищей, которые со мной сидят за этим столом. Татьяна Иванова и Юрий Трачук. Тоже входят в постоянное бюро партии «Наш Дом Молдова». Новые лица. Я думаю, что это даже хорошо, что у нас есть много новых лиц. Потому что старые лица или уже до более известной всем физиономии в политике, которую мы видим за последние годы, по-моему, себя так дискредитировали, что я думаю, что новые лица – это только наше преимущество. У нас собирается нормальная, молодая команда настоящих борцов, которые в политическом смысле этого слова, и которые, я уверен, еще скажут свое слово молдавской политике. Наш Дом Молдова, политическая партия, ставит перед собой задачу прохождение в будущий парламент. И мы будем способствовать делать все, что от нас зависит, для того, чтобы этот режим, эта власть ушла в небытие, чтобы, наконец-то, Молдова вздохнула свободно. Потому что то, что мы сегодня видим, это уже, по-моему, переходит все границы, возможного и невозможного. Когда премьер-министром становится человек без среднего образования и делает вид, что ничего не произошло. Когда на глазах у всей страны власть имущие воруют миллиард евро из банковской системы и делают вид, что они ищут тех, кто украл этот миллиард. На самом деле все понимают, что украли они именно. Именно они и украли. Мы видим, что постоянно пытаются столкнуть лбами граждан Молдовы разные категории по этническим, языковым принципам и так далее. Все это делается для того, чтобы разобщить общество. Мы видим, что пытаются перевести общественное внимание от насущных проблем, от социальных проблем, с которыми сталкивается каждый гражданин, все граждане каждый день. на какие-то искусственные проблемы. Наш Дом Молдова будет участвовать в местных выборах. И это тоже будет своего рода тестом для этого нового политического проекта. Хотя, конечно же, местные выборы – это не сама цель. Но мы убеждены, что смена власти в стране должна начаться с местных выборов. Это будет первый шаг к смене режима Плахотнюка, Филата Воронина. И как бы многим из нас не казалось, многим в обществе, что уже ничего нельзя поделать, и все захвачено, все госструктуры захвачены Плахотнюком, либо Филатом, я абсолютно уверен, что все у нас получится. Любой режим, который закручивает так гайки, как это делается сейчас, любой режим падет. И мы видели подобного рода примеры в других странах. Подобного рода режимы падали, как карточные, рассыпались, как карточные домики в течение нескольких недель. Я уверен, что это ждет и Плахотнюка. Что бы он там ни выстраивал, кем бы он там ни прикрывался, сколько бы у него охранных агентств не было, и подкупленных прокуроров, судей и так далее. Ничего это ему не поможет. И Воронин не поможет, и Филат на побегушках не поможет. И так далее. Мы, еще раз повторюсь, мы будем участвовать в местных выборах. Я абсолютно убежден, что все у нас получится. И в завершение мне бы хотелось призвать всех тех, кто был устранен из ПКЛ. И на центральном, и на местном уровне. Таких людей очень много. Все тех, кто сами ушел из ПКРМ за последнее время, увидев предательство Воронина и руководство ПКРМ. Нам необходимо объединяться. Объединяться для того, чтобы на самом деле создать альтернативу сегодня, и для того, чтобы приходить к власти. Народ устал от этого режима. Предел уже, по-моему, достигнут. И нам нужно сделать все возможное. Совместно поставить точку в этой истории с антинародным режимом Плохотнюка Филата Воронина. Я призываю настоящих коммунистов на местах объединиться вокруг политической партии «Наш Дом Молдова». Идти совместно на местных выборах. Готовиться к парламентским выборам. Я призываю всех, все здоровые силы общества не бояться. У нас есть возможность изменить ситуацию в стране. Если мы не будем бояться, если мы будем действовать, а не сидеть. Поэтому каждый протест, любой протест, будь это акция, пикет или демонстрация, марш, шествие, все это будет идти в копилку, в нашу общую копилку, образно говоря, для свержения действующей власти демократическим путем. Я благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы. Готовы ответить на вопросы. Да, пожалуйста. Григорий, те ваши партики по партии, которые, в общем, были изгнаны под разными предлогами. Я имею в виду господина Монтьян, господин Петков, господин Март Качук. Как они относятся к этой вашей идее? Нет ли у них желания присоединиться? То есть это первый вопрос. Второе, как вы будете выстраивать свои отношения с такими партиями, как партия социалистов, которые тоже проповедуют левые идеи, скажем так, радикального такого плана? И если господин Ренат Усапи со своей, нашей партией, начнет вести активную деятельность перед местными выборами, то есть отношения с ними. И третий вопрос, так, я уже пакетал. Мы прекрасно понимаем, что участие в любом выборном процессе это деньги. Вопрос только цены. В парламентских выборах дороже, в местных выборах тоже не дешево. Откуда цены? Спасибо. Ну, на самом деле, задали очень много вопросов. Постараюсь ответить на первый вопрос относительно коллег, коллег по партии «Товарищи», по партии «Коммунистов», с которыми мы вместе боролись с действующей властью, с действующим режимом. Я считаю, что подобный новый политический проект, как «Наш дом Молдова», абсолютно открыт для всех тех, кто не запачкался с какими-то сотрудничеством с действующей властью, с партиями власти. Сегодня это демократическая партия, либерально-демократическая и партия коммунистов. К сожалению, партия коммунистов. Поэтому, опять же говорю, наш дом Молдова открыт для всех. Тех, кто искренне нет и открыто готов бороться и готов нести свой вклад для того, чтобы ситуация в стране изменилась, для того, чтобы Плохотнюк, Филат и Воронин наконец-то ответили за все, что они сделали и к чему они привели страну. Второй вопрос касательно сотрудничества с той или иной партией. Давайте мы время покажем. Я думаю, что нужно понимать, что сегодня зло для страны – это не надо сказать зла в оппозиции. Сегодня абсолютное зло, я считаю, для страны – это те, кто сегодня правят Республикой Молдова, те, кто довели ее до состояния практически банкротства, те, кто довели подавляющее большинство граждан Молдовы до состояния нищеты. Нельзя допускать, чтобы меньшинство такое, как сегодня у власти, правило абсолютным большинством граждан страны. Мы видим, кто сегодня у власти. Тимофтья, у которого рейтинг ниже Плинтуса. Мы видим, сегодня возглавляет правительство Габурич, у которого рейтинг, по-моему, уже ниже Тимофтья. И вот эти люди, куклы, марионетки, сегодня управляют страной. Мы понимаем, что за ними стоят олигархи, за ними стоят известные всем лица. Но именно они сегодня представляют абсолютное зло для Молдовы, с которым нужно бороться. Именно они являются сегодня мишенью, образно говоря, для, должны являться для всей оппозиции. Если мы будем переключаться на борьбу с оппозицией, оппозиция с оппозицией, то мы не добьемся общего результата. Смена действующего режима. Относительно вопроса финансирования и так далее, я думаю, что у нас будет максимально все прозрачно. Мы не миллионеры, не олигархи и так далее. Я думаю, что главное в партии все-таки это не деньги, а главное в партии это все-таки идея и идеология, и люди, которые искренне хотят изменить страну, искренне хотят изменить жизнь в стране к лучшему. Поэтому я думаю, что в этом смысле у нас будет абсолютно все прозрачно и увидите, что у нас не будет каких-то сумасшедших бюджетов и так далее. Люди все это видят прекрасно, видят, кто за кем стоит и так далее. У нас нет никаких секретов на этот счет. У нас денег нет. Но у нас есть желание изменить ситуацию. Сколько членов считает сегодня партии? По тем данным, которые сейчас есть, порядка 4,5 тысяч, 5, но это я думаю, что давайте будем реалистами. И сегодня вопрос даже не в том, сколько членов партии. Вопрос в том, что мы можем сделать совместно. Потому что сегодня ситуация доведена до того, что люди боятся высказывать свою точку зрения о происходящем в стране открыто, публично. Это недопустимо. И мы видим, что у нас в стране появились политические заключенные, о которых неоднократно говорили. Уже пятый месяц заключения Павел Григорьчук и Михаил Амерберг. И к сожалению, гражданское общество подавляющее большинство молчит. Даже правозащитные организации боятся. Именно поэтому надо заниматься политикой, чтобы ситуацию менять, чтобы мы не деградировали как страна, как общество и не скатывались вот в эту пропасть, в которой мы находимся. Потому что если мы будем сидеть и думать, что кто-то за нас что-то сделает и решит, то ничего не получится. Мы фактически бросаем вызов сегодня. Да, новые лица, новые люди. Но мы хотим бросить вызов действующей власти. Плохотнюку, Филату, Воронину. Воронин, по-моему, уже ни у кого не осталось сомнений, что просто предал избирателей. в предвыборной кампании обещал, что не будет объединяться с партиями Плохотнюка и Филата. В конечном итоге произошло все наоборот. Я уверен, что если сегодня будут выборы, то партия коммунистов не наберет даже 17%, которые они набрали на парламентских выборах прошлых. Но люди-то остались, избиратели остались. Они хотят видеть какую-то перспективу для страны. Хотят на кого-то надеяться, хотят видеть альтернативу. И те силы, которых устранили, которые на самом деле боролись с олигархами, их надо объединять. Поэтому наш Дом Молдова, я думаю, может стать той площадкой, которая объединит эти здоровые силы общества и граждан, симпатизирующие левой идеей, коммунистическим ценностям, социалистическим и так далее. Мы постараемся сделать подлинно левую партию, настоящую, бескомпромиссную в отношении воров, жуликов и бандитов во власти. Какова позиция вашего политформирования относительно внешнего объекта страны? Я думаю, что это вопрос, который мы еще дополнительно будем освещать и отдельно будем выходить на пресс-конференции по каждому направлению. Сейчас бы не хотелось все охватывать, но однозначно мы выступаем и будем выступать за сохранение нейтрального статуса Республики Молдова. Молдова не должна вступать ни в какие военные союзы. Мы против сближения Республики Молдова с НАТО и считаем, что Молдова должна развивать и укреплять свой постоянный нейтралитет, прописанный в Конституции страны. относительно взаимоотношений с Европейским Союзом Российской Федерации и мы будем выступать за вступление сближения Молдовы, за тесное развитие связи с Евразийским экономическим Союзом и позиция, знаете, мою позицию личную, она абсолютно не поменялась. Я считаю, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и зона свободной торговли, которая была подписана и ратифицирована действующим парламентом, прошлом парламентом наносит только ущерб экономическим агентам Молдовы и фактически превращает Молдову в своего рода колонию. Поэтому мы будем выступать за то, чтобы это соглашение об ассоциации с Европейским Союзом было денонсировано. Помните, что в парламенте тогда тоже открыто выступал на этот счет и проголосовал против ратификации этого соглашения. Молдова, для Молдовы членство в Евразийском экономическом союзе это вопрос абсолютно прагматичный союзе мы уверены, что будущее членство в Евразийском экономическом союзе принесет только выгоду для экономики, для всех граждан страны и сможет быть определенным толчком развития страны. Те, кто пугают страшилками о том, что вот Евразийский экономический союз или восточный вектор развития это угроза для демократии. Я хочу сказать, что нет никакой угрозы для демократии. Республика Молдова является членом Совета Европы и в преступлении в эту международную организацию взял на себя определенные обязательства как раз касающиеся демократии и прав человека. Мы ратифицировали Конвенцию Европейского права человека. Проблема в исполнении того, что мы уже ратифицировали. И не случайно Молдова находится сегодня под мониторингом Совета Европы. И должна и дальше находиться под мониторингом. Потому что на самом деле существуют серьезные проблемы в области прав человека. И тот факт, что мы подписали и ратифицировали соглашение в Ассоциации с Европейским Союзом и нам обещали, что мы заживем по-новому и у нас все будет как в Европе, показало, что все как раз наоборот. Вопросы соблюдения прав человека, вопросы о развитии демократии у нас только деградируют. Поэтому с экономической точки зрения я абсолютно уверен, что Молдове выгодно быть включенным в евразийский проект. С точки зрения соблюдения прав человека и гражданских свобод мы должны оставаться в Совете Европы и соблюдать и выполнять те требования, которые к нам выдвигаются со стороны Совета Европы. Все. Если еще посмотреть. Если нет, огромное спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok